Ради высшего блага, ребята, с вами офицер космического десанта, капитан Атомный. И сегодня мы поговорим о том, чего хотел сказать в своем романе Роберт Хайнлайн, и что вычеркнуто в фильмах и играх. Прежде всего, была вырезана главная философия. Ну, перед тем, как мы начнем, давайте пару слов поговорим о психологии и смыслах. В общих смыслах, смыслах для каждого. Дело в том, что те, кто пытаются разгадать тайные смыслы, что хотел сказать автор, часто наталкиваются на такую ошибку, как субъективизм. Постараюсь пояснить это. В общем, был такой психолог, Карл Юнг, он был учеником Зигмунда Фройда. И он разработал концепцию архетипов и образов для коллективного бессознательного. На основе его идей развивалась психология и выработались в кинематографе, в художественных книгах такие концепции, как архетипы героев и значение ситуации для большого количества людей. И на самом деле оно индивидуальное. Для каждого конкретного общества это будет иметь какое-то свое значение. И для каждого человека будет смысл тоже какой-то свой. Вот, допустим, возьмем такую штуку, как жуки, арахниды. Многие на постсоветском пространстве воспринимают, что жуки и арахниды это как бы метафора на коммунистов. Типа вот они такие сплоченные, коллективом действуют. Это коммунисты. Исходят они из того, что влияет на такую мысль. Что Хайнлайн был против Советского Союза и коммунизма. Ну и типа то, что, блин, это же американское произведение. Соответственно, ну как там, не могут быть хорошие... А кто враги США в современности? Ну, конечно, коммунисты. Поэтому жуки пока же названы коммунистами. Но давайте посмотрим, что во главе жуков королевы. То есть получается у нас у жуков монархический строй. Они монархисты. То есть, видите, можно рассмотреть ту же самую ситуацию под другим углом и совсем другим восприятием. И вот это значение, какое оно будет иметь лично для вас и для большого количества, для большого числа людей, оно очень сильно будет отличаться. И скажем, если в начале, в 96-м году, как вышел фильм «Звездный десант», вот эти космические десантники, они близко ассоциировались с американцами. Вот. И надвигавшиеся бурей в пустыне, второй бурей в пустыне, да, то есть с их успехами. То в современности, вот сейчас, «Звездный десант» уже ассоциируется с Российской Федерацией, которая как федерация воюет на территории Украины. То есть смотрите, как от исторического периода и от конкретной ситуации, и от того, где мы находимся, как меняется ассоциация и восприятие фактически одного и того же произведения. Поэтому я вас предупреждаю о том, что универсального какого-то смысла, который будет сходен для всех, его нет. Есть смысл, который для многих воспринимается, для какого-то отдельного общества вот такой смысл возникает. Есть индивидуальные смыслы. То есть индивидуальные смыслы – это те, которые свойственны только конкретному человеку. Вот, допустим, для меня «Звездный десант» стал интересен и почему он увлек меня. Дело в том, что я из семьи военного. И то, что рассказывалось в книге «Звездного десанта», это откликалось пересказом того, что рассказывал воспитатель-офицер, который был в зоне боевых действий в Афганистане, и проходил учебку на офицера. То есть вот то, что описывает в романе Хайнлайна, ну, сам Хайнлайн, это, собственно, через это проходили многие офицеры в реальности. Через те сложности, испытания. Там именно учебка, когда там мерзли, прочие вещи делали, не могли выдержать, многие ломались. Это вот так вот откликалось. И штурм планеты Пи очень откликается с моим детством, когда, собственно, вот духи, те самые маджахеды, атаковали нас. Я жил на границе Советского Союза и Афганистана в детстве, ну, и духи пытались нас уничтожить превосходящим количеством. И, собственно, но их всех убили. Мы выжили таким образом. Хотя думали, что помрем. Там серьезная ситуация была. И вот почему, ну, собственно, откликается, что жуки это монархисты. Вообще-то, ну, у них же монарх во голове, королевы. Поэтому логично вот так вот восприять. И для меня вот личный смысл в том числе, это как бы мое детство. Вот метафора на мое детство в зоне боевых действий вместе с солдатами. Вот. И то, что переживали. Вот это знакомо. Вот почему меня заинтересовала эта вселенная. И я прочитал с интересом данную фантастическую книгу, да еще и несколько раз. Вот. И кино пересматривал. Вот об этом говорят. Кстати, здесь вот личный опыт переживания в игре было. В телепорт было страшно заходить, потому что у меня были переживания. А вдруг телепорт на самом деле, либо как-то неправильно сработает и уничтожит нас. Или наоборот, он нас полностью уничтожает, а в другом месте собирает такого же, но типа другого человека. Да и по этому поводу я очень не хотел в телепорт идти. Но приказ был, блин, и елки-палки пришлось пойти. Но, наверное, в реальности, если бы я был, если бы уже до конца быть, вряд ли бы я... Ну, я поступил так, как я поступил и здесь. То есть, я отправил в начале бойцов, чтобы они телепортировались и посмотрел, как с ними вышел на связь. А потом, если нормально, ну, ладно, пойдем. Ну, конечно, это была проблемная ситуация. Такая вот штука. Возвращаясь к смыслам, да. Вот многие хайн-лайна упрекают в милитаризме, ну, тут есть. Но фашизма, конечно, в Зеленом Десанте никакого нету, там, и нацизма. Что, типа, их стряпляют жуков. Жуки такие существа, которые всех сожрут, да. То есть, с ними нельзя поговорить и, как бы, нельзя таким образом вести, что, знаешь, ты себе мирно там, жучок, живи-живи, вот, да и все. Нет, тут есть те, которые хотят вас сожрать. И все, что поделаешь, вот так вот. Поэтому, таким образом, но, понимаете, хайн-лайн, он же не из бухты-барахты выдумал вот это все. Многие думают, что вот это чисто хайн-овская придумка, да, там, где ты имеешь право голосовать, и гражданин только когда отслужил в армии. Вот такая милитаризм. Но, на самом деле, многие фантастические произведения черпают свои идеи из истории. И хайн-лайн, например, вот эта идея, где ты получаешь гражданство, отслужив в армии, это ведь римский период, когда была римская республика и римская империя. Если я правильно помню, по-моему, это были реформы Мария, когда за то, чтобы получить гражданство в Риме, а это имело экономические привилегии, свои превосходства, земли, ну, то есть, за это стоило бороться. Да и цивилизация, кроме того, все-таки достаточно хорошая при всех своих недостатках. И, получается, Марий сделал какую-то штуку, что все иностранцы могут получить гражданство, отслужив в легионе. И, таким образом, это позволяло иметь хорошие войска, вот, в большом количестве, мотивированные для того, чтобы продолжать свою экспансию и захват. Но, как вы понимаете, Рим, он не был мирным государством. Это было крайне экспансивское, крайне агрессивное государство. И в период республики, и в период монархии, уже в период империи. И, скажем так, например, те же известные Звездные войны, они тоже отсылают к историческим событиям. Если вы посмотрите, то в Звездных войнах есть отсылки на британское завоевание Америки, на войну США за независимость, те же повстанцы. Там есть отсылки и к Третьему рейху. Форма, собственно, британцев смешали с формой Третьего рейха. Таким образом. Там же есть отсылки и на распад Советского Союза, и превращение Римской империи в империю, собственно. Когда из республики она превратилась в империю Цезаря, и после Цезаря следующий, какой был император, не помню. Август, по-моему. И вот такие исторические моменты затрагивал. Звездный десант переносит в будущее, получается, Римский легион и римское общество, вырезая оттуда все недостатки. Например, садизм, когда римляне устраивали публичные бои гладиаторов насмерть и наслаждались этим. И коррупция, которая была свойственна Риму, да. Много было недостатков. Ну, Хайнлайн как бы это умалчивает. Но Хайнлайн не указывает на то, что внутри его общества тоже могут быть расколы, войны и прочее. И даже его психология к этому ведет. Потому что его утверждение о том, что сила — это единственный способ делать мир таким, как ты его захочешь делать, приводит к тому, что будут группы, которые будут решать, слушайте, нам не нравится так, давайте сделаем по-другому и, собственно, давайте воевать. И в ходе игры этот момент был, когда мне захотелось уничтожить тех, кто убил лидера профсоюзов. Потому что я считал по-другому, что нельзя убивать лидера профсоюзов таким образом. И, собственно, я потом это подействовал, я уничтожил тех предателей. И поскольку я элитное подразделение с лучшим вооружением, я сильнее, я и сделал то, что я считал нужным, правильно. Знаете, философы древние говорили, что, конечно, сила делает так, как она хочет, но она должна подчиняться мудрости. И это действительно так. Потому что, ну, если взять историю, например, арабского халифата, это был первый в истории период, когда страной управляли ученые. И арабский халифат был гораздо более развитой Европы, более цивилизованной. Там были такие вещи, о которых Европа в то время и думать не могла. Но потом, когда пришли религиозные фанатики, и когда они уничтожили своих лидеров, ученых, арабский халифат развалился, в итоге арабы деградировали и, блин, превратились в то, что они превратились. А именно в деградировавшее общество, которое, ну, нету никаких там больше открытий, каких-то достижений, прочих вещей. Понимаете, вот оно как получилось и обернулось. Поэтому, ну, если сила окажется не в тех руках, то она может натворить большой беды. Вспомним же Гитлера и тех же нацистов. Да, сколько мертвых было в итоге гибели. Поэтому, таким вот образом, а теперь по тому, что пытался Хайнлайн сказать в своем, и как воспринимал это произведение, по крайней мере, я. Хайнлайн говорил о том, что право голоса нужно заслужить. Что это не просто так с бухты-барахты, вот ты родился, на тебе право голоса, да. А что ты будешь, если вот так вот тебе просто давать всем подряд право голоса, вот просто возраст достиг, все, получай право голоса, получай право голоса, то это и не ценится. Люди в итоге по приколу голосуют, продают свои голоса за, там, ту же картошку, ту же какую-то, там, гуманитарную, типа, помощь, там, тушенка какая-то, рис, прочие вещи. И это не ценится. А Хайнлайн говорит, что если ты рисковал своей жизнью, если ты готов был, ну, рисковать заради этого общества жизнью, и, блин, и рисковал ей, и много усилий приложил, и потом, и кровью добивался этого права голоса, то ты будешь ценить, и не будешь относиться к политическому выбору настолько же, как, даже проще, чем к выбору картошки на рынке. Потому что даже выбор картошки на рынке, человек походит, 10 вариантов посмотрит, попробует, поспрашивает цены, попробует сбросить эту цену, и только тогда купит. А, блин, в политическом поле, вот, сказали, рекламу показали, все, вот так вот голосуют. Прикол, кто-то понравился, типа, вот, в Украине был тот же Дарт Вейдер, да, и проголосовали, сколько-то там тысяч человек за Дарта Вейдера, потому что это прикольно. Блин, это определяет политику, как вы будете завтра жить, блин, что вы будете есть. С кем будет мир или будет война? Вот украинцы, да, это самое, довыбирались, добровольно довыбирались людей, которые, ну, в итоге война у них на территории. Вот, что выбор политики может сделать. С кем вы будете дружить, с кем вы будете торговать? Будете ли, вот, например, в Российской Федерации иконы в космос возят? Иконы, блин, о каком будущем говорить? То есть вы либо строите новые космические корабли, там, станцию на Луне, либо вы возите в космос иконы. Если вы возите в космос иконы и крестите ракеты, все, ни о каком развитии научном уже можно не говорить. Это деградация. И это результат политического выбора того, кого выбрали русские. И то же самое война с Украиной, и то количество жертв, которые, в том числе, и русская армия ведет, и те экономические потери, которые Российская Федерация ведет, это следствие политического выбора большинства русских. Вот, и, но ответственность же за себя, за это они не берут, и они не выбирали это достаточно грамотно. Вот, поэтому, понимаете, насколько важна политика, она определяет на многие десятилетия, даже на столетия, жизнь всех вокруг. А отношение к этому абсолютно поверхностное. И Хайнлайн за это и критиковал демократию. Между прочим, демократию критиковал еще и Платон, который ввел понятие демократии. Он указывал, что демократия, как и диктатура, это худшие формы правления. А большинство сейчас делится людей на две категории. Те, которые за диктатуру, или те, которые за демократию. То есть спорят люди о худших формах правления, вместо того, чтобы выбрать другую. А они есть другие. И сейчас многие такие, как это она, они есть, оказывается? Да, да, есть. Если бы было бы образование, если бы была бы ответственность, вы бы, ну, как бы по-другому к этому относились. Как я отношусь? Я читал Хайнлайна лет, мне 12, по-моему, первый раз, когда я его прочитал. И всегда мой выбор был крайне внимательным и ответственным. И он остается, и стал даже более ответственным и внимательным. Я с осторожностью к многим вопросам отношусь. И делаю свой выбор только, когда длительными годами изучал какой-то вопрос. Вот, допустим, про политика, узнавал конкретных политиков. Вот, что они из себя представляют, что они делали. Какие результаты. Проверить, а так ли это было на самом деле. А не преувеличивать. И только после этого делать выбор, понимаете? Такой образ, вот. Давайте снова переключимся немного на псиоников. Вот сейчас я подумал о том, что я представил будущее себе космического десанта с псионическими, то есть отряд с пехотинцами, которые обладают псионическими способностями. То есть они уже без брони могут маскировать себя, могут почувствовать, где находятся жуки и норы. Могут поставить себе защитный купол для обороны. Ну, то есть могут взять под контроль жуков. Вы представляете, приходит 30 человек в взвод, берет под контроль всех жуков, которые видят в округе, и направляет его на мозга и уничтожает других. Это изменяет поле боя. И, конечно, это развитие гораздо дальше идет. Ну, стоит сказать и про развитие жуков, что жуки тоже-то эволюционируют. Появились вот эти прыгающие солдаты. Но на самом деле самые опасные, самые лучшие, я понимаю, для игры это не сделали, но в реальности жуки бы должны были идти в направлении летающих камикадзе. Это вообще просто жесть было бы. И этих самых невидимых летунов. Вот, это было бы очень опасно. Вот в таком направлении эволюционировать. И, например, совмещать невидимых хамелеонов с агрессивным солдатом, который живучий и далеко прыгает. Вот это были бы уже опасные и жесткие жуки просто. Таким образом. А тут, кстати, уже чувствовалось у меня достаточно легко. Тут даже была паника, что там яйцо падает, что-то сейчас вас уничтожат. И такой, как отставить панику, что вы паникуете. То есть здесь уже был тот уровень, когда я особо не переживал и уничтожение жуков, и борьба с ними уже была достаточно опыта, что у меня не было никакого там сильного волнения или переживания. И поэтому, ну, таким образом. То есть это уже был вот такой момент развития. Так вот, возвращаясь к хайнлайну и к его идеям. Я частично лишь согласен с хайнлайном. То есть, понимаете, одной военщины слишком мало и недостаточно. Это действительно ведет к милитаризму и к тому, что нужны постоянные враги. Я считаю, что нужно кое-как видоизменить. То есть, есть два момента, чтобы стать гражданином, иметь право голосовать и быть выбранным. Первый. Это необходимо получить высшее образование, потому что, ну, нужно обладать логикой и критическим мышлением, чтобы отличать, кто вешает лапшу на уши, а кто нет. И нужно быть специалистом, то есть разбираться в какой-то области, чтобы понимать, что вам вешают лапшу на уши или нет. Вот нету, например, многие сейчас не хотят изучать ту же экономику. Вот я считаю, например, что экономикой, предпринимательством заниматься, ну, вообще экономическими какими-то вещами при социализме, например, могут заниматься только люди с высшим экономическим образованием. То есть, нету экономического образования, нечего заниматься экономическими вопросами. Потому что люди, которые не имеют экономического образования, часто там типа давайте магия денег там гадания на деньги какие-то предсказания молитва господу на деньги что только не придумают какую-то чушь помойте вместо того чтобы взять и прочитать классический курс экономики микроэкономику макроэкономику теорию историю денег вот вот это дает действительно результаты это действительно настоящие знания и тогда не будешь вестись на вот эти криптовалюту другие какие-то разводы потому что ты понимаешь как работают деньги ты понимаешь как работает экономика и когда ты это понимаешь но тебе лапшу на уши гораздо слой если еще обладаешь логикой логическим мышлением то лапшу на уши не повешу в первую очередь для тех кто и выбирает и будет избранным важен ум это это важный момент вот и и к высшее образование конечно я считаю нужно реформировать не так как в украине в россии ты дал взятку и себе дальше учишься там отмазался все это нет а в таком подходе что вот например набирают поток 120 человек курс и каждый год обязательно должны отчислить два человек от 2 до 5 человек то есть обязательно 2 максимум можно отчислить 5 таким образом за 5 лет из курса на 120 человек отчисляют от 10 до 25 человек и получается 110 95 человек выпуска из 120 вот помните то есть отсеиваются наиболее худшие которые вот самые бездари были и получается а плюс еще то что есть шанс потерять но образование то и большее старание у студентов для того чтобы учиться запомнить вот знать вот эти материалы поэтому конечно ну вот мой подход такой к образованию то есть это не просто что все подряда получать а за взятки а извините но будут отчисляться ребята вот такой подход а это первый момент но ум это еще не значит верность какая-то там патриотизм или умение действовать в команде а то есть вполне может быть умным до говню какой-то или сволочи эгоистическая так вот чтобы такого не было второй критерий для получения гражданства это служба в следующих службах либо в войсках вот как у хайлайна было но из-за этого будет слишком милитаризм поэтому чтобы компенсировать этот милитаризм еще учитываются те кто служит в милиции служат спасателями служат в скорой помощи то есть эти категории людей но вот те кто в скорой помощи те кто спасатели они как раз комментируют милитаризм потому что они не хотят чтобы люди ну просто вот погибали там воевали как-то все это они за спасение людей за помощь вот совсем другое и это балансирует вот из меньшую из лишнюю агрессивности когда исключительно только военные имеют право голосовать и еще одна категория это строители которые своим трудом и потом собственно строят общество но и стройка требует больше времени чтобы получить гражданство чем если ты служишь в экстремальных структурам в том числе скорой там спасателях да и почему таким образом я придумал вот почему строители я был в строя до тряде и на самом деле прежде чем мы начали работать у нас были не сплоченность вот конфликтные некоторые по мелочам знаете у нас тогда это казалось очень большим отличием но на самом деле оказались это все мелочи и помать и мы вот так бы и конфликтовали какие-то были терки бы прочие вещи но когда нам поставили как единому целому как едином бригаде задание и мы должны в течение дня эти задания выполнить и мы тут же в первый же день почувствовали что если мы будем продолжать сраться если мы будем продолжать вот вот эту всю учебу то мы ничего не сделаем нужно слаженно брать и работать вместе каждый выполняет свою задачу мы вслаженно делаем если мы это не делаем все и помать и и блин и тут произошло слаживание и вдруг оказалось что многие вещи которые до вот этой работы на стройке что мы как бы ус были супер важными какими-то такими что вот просто ну невозможно по-другому быть оказалось что это все второстепенно и даже третьестепенно что это не имеет никакого серьезного значения и блин елки-палки отступает куда-то там на назад вот про произошло вот это слаживание и вот эти организации которые перечислил спасатели мвд до скорая военные они имеют там на подкорке воспитывают умение организоваться действовать слаженно и понимание того что вместе в реальной слаженности реальная сила большинство современников в том числе с образованием они индивидуалисты думают больше о себе безразлично как там будет у других знаете ну так для виду скажут типа ой как я переживаю как у тех людей а на самом деле ничего не делаю для того чтобы кому-то другому помочь они то что говорят ну то есть ничего не делают вообще то есть просто говорят ой я так переживаю за этих людей но а там дальше ничего вот допустим сколько людей по новостям говорят как мы переживаем за тех кто в мариуполе там было и так переживаем так переживаем а что сделали вы прислали какую-то реально материальную помощь вы были волонтерами которые помогли этим людям вы поехали строить дома восстанавливать этого нет вы понимаете вот многие боятся там войти в боевые действия то могут убить а вы не идите в боевые действия а вы идите строителями отстроить эти дома вы же ваши войска ну вот к русским обращаясь вашего войска пришли туда разрушили убили кучу людей вот все это так идите возьмите ответственность на себя и пойдите восстанавливать это все идите строите несколько лет хотя бы так компенсируйте тот ущерб который нанесен но по факту никто не хочет брать ответственности никто не хочет потеть и работать за то чтобы сделать кому другим лучше ну то есть восстановить то что хотя бы что было уничтожено понимаете вот в это это разница между современниками и как это по хайной ну это как по-другому современные люди безответственны только говорят об ответственности о переживании там желание кому-то помочь и прочими вещами в большинстве случаев вот это и про русских говорить и про украинцев и про англичан и про европейцев многие другие на словах они сильно соболезную сильно переживают на деле по барабан а вот такой подход когда понимаешь ты работал спасателем когда ты спасал людей ну плевать на свое общество делать что-то на то что до без разницы как будет с другими как в украине многие выбирали политиков и чисто для того чтобы лично самим свалить в евросоюз и кинуть эту украину и где-то из евросоюза и где-то из других стран кричать о том какие они все патриоты и ходить с лагами мы так любим страну но никогда не возвращаются в эту страну то есть помать и и они знали что эти политики будут для украины погибельными вот но тем не менее выбирали ради своей личной выгоды а люди которые служили сплоченно которые знают что такое сплоченность и понимают что какие последствия могут быть когда этой сплоченности нету как могут другие пострадать или вообще даже помереть вот они никогда в жизни не позволят себе такого чтобы ну не подумать о других это в большинстве понятно там и у разные бывают люди но в большинстве случаев те люди которые вот в организациях таких спасатели милиция те же военные скорая строители они сплоченные и это важная вещь для граждан и кроме того в этих организациях ты служишь для этого общества ты приложил много усилий в военных организациях ты приходишь через такие тренировки и жесть блин елки-палки блин знаешь если уж ты получил право голоса но как-то его ценить хоть как-то стоят эти усилия а если ты годами строил это общество строят это ну ты же не можешь взять и перечеркнуть это все я строил строил десять лет дома а пускай теперь они сгорят никто так не скажет ни один строитель так не поступит ну вот поэтому а вот почему важно иметь и образование чтобы иметь мозги и знать где вас пытаются ману где пытаются над у кого выбирать логические мысли критические мысли да это важно но в то же время важны вот эти организации сплоченность сплоченность и настроенность ну патриотичны ответственная а вот такая позиция мы приближаемся к финалу и здесь уже особых переживаний у меня не было с арахмидами начало справляться очень легко даже силами одного отделения прыжковых скафандра и вот сейчас фактически одно вы в отделении выполняет основную задачу уничтожает этих плазменных жуков и очень быстро благодаря прыжковым скафандром вот это именно так описывал хайлайн своих романах то есть когда космодесантники в прыжковых скафандрах прыгают быстро и уничтожают противников фактически заменяя ну-то танковые там армии батальоны прочие вещи а вот она как раз так как в книге описано механика не хватает только вот этой философии а хайлайна и получается моего его развития данной философии я считаю что право голоса конечно нужно заслужить и и если кто-то нарушил правила общества но совершил преступление там допустим кражу нарушал те же правила дорожного движения надевнику тем более мог убийство совершить или еще что то такое то такие люди не имеют права голосовать ну то есть они против общества они выступали негативно к этому обществу и пока они отбывают наказание пока нету подтвержденных фактов что они могли исправиться голосовать таким людям нельзя вот поэтому ну таким образом что еще хочет сказать по хайлайну что хайлайна не указывал то есть у хайлайна помать и такая штука есть что вот есть граждане но при этом богатыми могут быть и простые штатские кто не является гражданами кто не служил в армии но это противоречит реальной психологии да и экономике человека вот военные имеют силу и вдруг они будут перенаправлять и не будут перенаправлять все ресурсы на армию это чушь будет ситуация восприниматься когда есть крупные эти самые богачи допустим те же штатские которые не имеют права голоса они решают вот идет война с жуками военные говорят нам нужно произведить больше боевых скафандра а штатский который собственно и занимается производством и богач говорит знаете я не хочу производить ваши скафандры я хочу производить поющие унитазы вот мне ваша война по барабану я считаю что я больше денег заработаю и круче если я буду делать поющие унитазы и что в этот момент будет а в этот момент военные скажут знаете есть такая приоритива нужно спасать людей вот у нас война все это поэтому давай-ка ты штатский все денежки сюда быстренько и отправляет туда на скафандр как мы сказали поэтому вот эта иллюзия которая у хайнлайна мелькала да и в кино что типа штатские могут быть богатыми и при этом не быть гражданами это все чушь так или иначе если у граждан а если у вот военных есть власть все экономические потоки они переключат на себя и самые прибыльные и прочие вещи будут давать доходы им ну возможно как военному классу до таким образом но никак не буду допускать что просто вот какой-то там гражданский себе имеет деньги и делает все что хочет нет это исключено поэтому ну такие вот вещи но вот сама тема ответственности сама тема того что не всех людей можно исправить например там у хайлайна было описано казни одного из бывших кадетов получается который изнасиловал там женщину и это казни была ну что не всех исправить и он тоже поднимал вопросы что вот в демократических странах типа если ты там не совершеннолетний то тебя не судят так как положено что не применяют допустим ту же публичную порку что все слишком по-доброму и без ответ что формирует безответственных людей и вы знаете он прав в этом вопросе он действительно прав то что вы помните вот это что порки допустим нету но помните в чем разница раньше когда порка была она применялась в том числе неадекватно тогда когда она не нужна была и много людей получали вот свои розги получили свое наказание за такие вещи которые мы блин а толку ну вот выпороли что человек из этого изменился нет продолжал точно также действовать то есть помните наказание использовалось неправильно вот кстати боевые жуки рахнет которые агрессивные не представляют из себя ничего большого а вот эти самцы они больше напоминают маленьких танкеров и помните вот типа маленький танкер потом вырос до большого вот какое-то такое впечатление возникало а не то что это какой-то отдельный вид и вот эти на самом деле жуки мозги тоже возникал такая знаете мысль что это типа окон и поняли личинки которые еще не превратились в танкеров и жуков плазмены таким образом так вот вот допустим а за какие-то проступки действительно стоит и в том числе и стоит и пороть тут вот кстати интересный момент был нам надо было преследовать вот этого самца я его потерял из виду вообще фрустрированный думал меня сейчас так серьезно накажут что просто звездец кстати в этой миссии еще было дело в том что там было два база номер 6 или 26 где был майор рейд и посредине миссии применили ядерную бомбу и связь с майором рейдом прервалась меня это очень сильно беспокоило я прямо блин что к сожалению погиб еще один гражданин вот и были меня это гложило но потом оказалось что он же вот вот я пытаюсь найти этого самца а его непонятно где думать сейчас мне как этот самый прочистят мозги командование блин за то что я его потерял вот но потом с орбиты подсказали это хорошо вот я решил спасать и идти на помощь майору рейду оказалось он жив и в последний момент активировал защитный щит по идее миссия была таким образом что я возвращался на орбиту там перевожжался и спускался вниз но это было нелогично и я организовал таким образом что мы сразу взлетели и полетели на помощь майору рейду для того чтобы как можно быстрее помочь ему потому что он находится под щитами он успел активировать щиты до взрыва ядерной бомбы но тем не менее генератор долго не продержится и нам нужно экстренно как можно быстрее пойти и помочь здесь я спешил и я прямо старался из максимально на ходу все делать не стоять не на месте ни шагу чтобы как можно быстрее помочь майору рейду выручить их ну и получилось очень сильно помогло снова третье отделение с прыжковыми скафандрами и и благодаря этому я быстро выполнил задачи смогу добить этих плазменных жуков там где обычным взводом не доставал собственно я наверное высказал все идеи и о том что пытался сказать хайлайн в своем произведении да что увидел в этом я вот и как воспринимал и как я по-другому несколько адаптировал его идеи и мысли пишите свои мнения кстати у меня же на канале было голосование по поводу того кто имеет право голоса и приятным удивлением оказалось что большинство моих зрителей поддерживает сходные идеи что право голоса необходимо заслужить и иметь на то высшее образование что ты не просто так по умолчанию его получаешь а вот оно должно быть заслуженной это должны быть люди которых и образование и навыки соответствующие и они там служили вот всех тех указанных структурах которые это меня очень приятно понравила ну порадовала я честно сказать думал что люди будут воспринимать более негативно ситуацию типа демократия лучше всех и где кроме демократии ничего другого быть не может или наоборот диктатура только диктатурой только они ничего кроме диктатуры но блин порадовала это порадовала а если у вас есть еще какие-то впечатления вы делитесь ими на канале будет скоро прохождение игрушки генералы фактически да где мы будем штурмовать соединенные штаты америки за гла братство нот тире да то есть гла которая превращается в братство нот на такая небольшая затравочка будет я решил именно таким образом развивать несмотря на то что многие там голосовали за суммы титанцу на в субмарин но с титанами субмарин есть проблемы они нормально не запускаются и не захватываются если я решу эту проблему то тогда будут титаны субмарина но пока есть вот такое такая идея и кроме того будет еще эпизод по звездному десанту посвященный хакингу игры то есть что можно по тюнинговать что можно видоизменить хочу закончить убийством королевы и финальным эпизодом дело в том что я здесь уже воспринимал пропаганду федерации планет очень скептически и я убежден в том что война будет продолжаться потому что несмотря на то что мы уничтожили королевы и много жуков мозгов но в других солнечных других звездных системах есть свои королевы есть свои жуки мозги и собственно это взрыв вот этой королевы ничего не решает и из того что я увидел на клиндаху из такой маленькой активности жуков а я был на клиндаху сколько три три раза да то это не родная планета жуков точно а поэтому здесь уже вот как раз пропаганда федерации планет очень сильно отличалась от того что думал я и федерация планет на самом деле еще бы вела пропаганду на ветеранов не только тех людей которые только вступают в службу вот основная пропаганда она сделана как раз на фоне когда ты вступаешь в службу да то есть молодой еще не знаешь ничего вот на такую аудиторию рассчитано но еще и на ветеранов которые уже бывали в бою которые знают что может происходить и что не все так просто как кажется которые очень скептично настроены и вот такой пропаганды ну в видео к сожалению не было но она должна быть федерации планет поэтому таким вот образом интересное ваше соображение к сожалению не так часто люди пишут но когда пишут это интересно мне понравился один из зрителей который прямо я его именем назвал одного из бойцов и собственно он тоже переживал там за то как высаживаться что этот самый пилот десантного челнока безумец там что перебьем ли мы всех жуков будем помнить там бойцов и прочие вещи это крайне интересно вот такие мне нравятся комментарии когда вовлечены когда действительно интересные и художественное большое спасибо я надеюсь понравилось вам смотреть эти видео